Братан, ну мы с тобой бьем температурные рекорды, мне кажется, да? В минус тридцатку-то мы еще ничего не снимали. Мы продолжаем разбираться. Это канал Михеев и Павлов. И сегодня мы хотим узнать, почему Honda Accord, а не Honda Inspire. 580 тысяч рублей. 3 литра. На коже. Это, ну вызывай скорую, у меня ноги отпали, блядь. Все. Это не серьезно. А, потом еще одно и закончили его делать? Ну, делаю до сих пор. А, до сих пор делаю? Ну, вроде да. Это мы разбираемся в тачках тут все. Все вместе, огромным нашим массивным коллективом. А чего у меня такой пересвет лютый? Как от него избавиться? Челубея позвать. О-о-о-о-о-о! Хорошая, хорошая. Сейчас твоя учительница русского, бля, ликует просто. История, история, простите. Так, а что банально? Заедь, заправься. Нет, мне будет стыдно. Да мне не стыдно, я просто не знаю, с какой стороны подъехать. Тут муж был в бане, блин, я каталась с подружкой, смотрю уже бензо вообще, мне не хватит его забрать, ну думаю, блин, надо заехать, это первый раз, когда я заехала на заправку, звоню мужу, спрашиваю, где, чего, кого брать, кого, чего доставать, чего говорить, куда заезжать, каким бензом заправляться, ну все объяснила, я даже фоточку сделала, что я заехала, вот так что, все нормально. Такая рабочая роба у нее, перчатки, ну там, видимо, какой-то сложный процесс, женщина, женщина, не шланги, блядь, вот эти вот. Когда заправилась такая, I want a rock, rock. И все, и потом ты дизель вымывал, да? Это, да, я достану. Максим, ну и что, за год расскажи нам. Это заготовка была, я знаю. За рулем этого автомобиля ездит не Максим. Так получилось, это называется семейное кидалово. Когда ты покупаешь машину, но на ней не катаешься. Да, вот на этой трехлитровой тачке ездит супруга Максима, ее зовут Ксения. Пригласи, пожалуйста, Ксению. Замерзлый. А ты хорош. Ксюш, пожалуйста, проходи в кадр. Проходи, не стесняйся. Читаем, бля. Привет. Привет. Слушай, а как так получилось, что ты красивая девочка, ездишь на Хонде с тремя литрами водка патина, это нормально? Мне муж купил. Мне муж купил. Ну и как, нравится тебе? Мне, да, очень. Чем нравится? Ну как едет, нравится. Как едет? Это вот как я разговариваю, только девочка, ну прикольная тачка, мы ничего не смотрим, как бы вот нам дали, а мы вот и все. Не подводила тебя ни разу? Нет. На морозе заводится? Да. Девчонки завидуют? Ну да. С 99-го и маслом дать. Резин сама заправляешь? Нет. Нет. Не заправляю, не мою, ничего, я только езжу. Хороший ты человек, может поужинаем что-нибудь сходят? Это же максимально удобная ситуация. Да. Это же ты покупала литье? Да, я вчера купила. Как так получилось? Я просто представляю, она приезжает, блядь. Ага, правили, ага, подварили, блядь. Слушай, у меня пальцы ног отваливаются уже, вот, и я просто хотел сказать, что у нас получается сегодня новая рубрика. У нас есть тачка бро, тачка подписчика, тачка леди, а сегодня тачка семьи. Тачка семьи? Вот так круто ты придумал, блядь, пока стоял полуштатом? Тачка семьи, блядь. Я очень талантливый придумал. Четыре года снимать видео, да, то есть, блядь, приехать в мороз, вот так встать сюда, блядь, и тачка семьи. Да. И сейчас просто тренды, ёпс, да, все, Моргенштерн, блядь, пью Кристалл, блядь, и тачка семьи, да, вот так ты представляешься. Ну, что, по, это, ну, потому что я уже вообще рот не могу открывать. Слушай, первое, что в глаза бросается, циклой Моник. Ну, это поставлен с Алиэкспресс еще предыдущим хозяином. А, правда? Ну, ты что думал, в 2003 году такой старый? Я думал, он, охуенная машина вот так круто сразу делает. Так, моментальный расход показывает нам 7,3, но это, видимо, в галлонах, я хуй знаю, что... Нет, километры, километры. А, это километры? Да, кстати, еще фишка такая, эко, когда загорается, вот ты отпусти газ. То есть, три цилиндра отключается, пол мотора, то есть, она едет на трех цилиндрах полностью. Поэтому по бензину она, ну, как бы, не сильно многоествует. То есть, я отпускаю педаль, и мы едем на Toyota Vitz, правильно? Да. Нет, да я уже все понял. Да тоже, конечно, все понял. Это должен быть очень короткий видос, блядь. Да, да. Фонда Инспайер, охуенная машина, туру, 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 блядь. Это охуенная машина, только я хер купишь такую. Она как делает это плавно. Слушай, прикольно, ты нажал, она за тебя все подумала, она за тебя все поделала, она за тебя на все. Ой-ой-ой, как мы быстро разогнались. Решение приняла. Что ты пугаешь меня, блядь? Сейчас ты такой, ой, как мы медленно останавливаемся, блядь. Тыщ, нахер. Слушай, прикольная она, необычные ощущения такие. Я бы не сказал, что могу с аккордом ее сравнить. Мне кажется, аккорд вообще по-другому себя ведет. Ну, мне кажется, знаешь, давай еще немножечко похвалим, а потом Данилу позвоним. И спросим его, чего ты скажешь. Там уже всегда один и тот же ответ. О, блядь, нахуй ее, не, не трогайте, блядь. Ну, если нашли, блядь, мусора мою сдать, блядь. Так, что у нас по АБС. О, так мы вообще прямо тормозили. Готовьтесь к гонкам. 17 лет машине, Артем. Ну, прикинь. Это ровно столько секунд высоко длится, ёпта. Это если второй раз. Такая шутка. Настолько тихий поворотник, что я аж кайфанул от этого. Да, кстати, поворотники здесь вообще беззвучные. Не пиу-пиу, блядь. Не фау-фау, вот эта вот вся шляпа. Артем, пиздец ты, конечно, интересный персонаж. Я вообще как должен, блядь, водить автомобиль. Ну, что, ты станешь пить, блядь? А ты? Да, слушай, после двух дней на российских автомобилях. Безусловно, конечно, здесь круто. Да-да-да, если чего. Мы проебёмся. Мы оплачиваем. Штрафы только жена получает за стол. А ты? Это девушка или... Это жена вообще похуй. Да, она не думает. То есть ты нажимаешь и сразу моментальный отклик. Если сравнивать с Ладой и Вестой СВА-Кросс, Артём, то... На роботе, которая. Да, у меня, блядь, борода на сантиметр вырастает, когда выжимаешь. О, мы попали, тут поезд едет первый раз. А мы с тобой вообще неадекватные, да? Мы видео здесь вот ругаем, а там будем хвалить. Да. А чё? А чё мы? Там же уже отсняли. Нет, там разговор идёт про новые автомобили. Да-да-да, там немножко о другом. Да тебе вот японские помойки с 19-летней, блядь. Они же небезопасные, Артём. Конечно. Вот это вот что за кнопка. Нажми. Шторка, блядь. Нихоя. Несполезная вещь. Ну, пиздец, конечно. Да, ну, она есть. Ладно, а чё мы ещё знаем, Артём? Да больше ничего не знаем. Никакой информации, как обычно. Конечно. Просто показываем пацанам и 13% девчонок, что у нас есть вот такая машина. Да. И вдруг кому-то она понравится, кто-то о ней не знал. И сидит у него 600 тысяч рублей. И он такой, аккорда беру. Смотрит видосы, такой, не-е-е. Грант Спорт. М-ку отключи. Ну, всё нормально. Не призывай. Резину тут не эта. Балуешься. Чё ей будет-то? Один раз, пиздец, вы чё так агрессивный-то? Один раз вжим-вжим-вжим сделал, блядь, и всё, они уже, блядь. Чё, стабилизация, выключил, нахуй. Вторая, это отключение вот этой системы, которая автоторможения будет. Так, а как мы её можем использовать, эту систему, чтобы понять, как она работает? Ближе к машине подъезжаю, то есть, допустим, ну, старайся. И она должна написать break, 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 ну, запикать. То есть, получается. Если ты продолжишь, ну, то есть, накатом. Иди, то есть, вот сейчас, должна идти. Ха-ха, ну, ладно, мы ещё подстрахованы. Вот, видишь, break, break. Прикольно. Да, то есть, если ты дальше продолжишь, ну, то есть, приближаться. Она прямо становится? Она начнет тормозить. Ты пробовала уже, да, видимо? Ну, так получилось немножко. Я бы гоняла машину. В шашки играла, короче. И она не срабатывает. Я испугалась до безумия, я ни разу не видела такого. А что из Инстаграма вышло? Да, вахуй. Чё, блядь, какой кошмар. Как это могло произойти? Чё, посоветовала бы ты девочке такую машину? Посоветовала бы? Ну, если есть муж, который всё обслуживает, то да. Блядь, так я бы тогда тоже любую можно посоветовать. Это не сложно, тогда так и работает. Не, ну, как бы я, по крайней мере, я в них не разбираюсь в машинах. То есть, стучит. Он такой, блин, по-моему, что-то стучит. Для меня вообще ничего не стучит, ничего не брякает. Вообще, всё нормально. Сложно едет, и всё. Вот так ты на трёх колёсах домой приехал. Ну, можно так сказать. Девчонок, сегодня вместе с вами посмотрели новую машину. Да. Мы с таким ещё не сталкивались. Удивительное дело, согласись? Да, и в копилочку хороших. Чё говоришь? В копилочку хороших добавляется она для меня. Прикольных, интересных. Спасибо, Артём. В копилочку хороших. Я вчера как раз только ледниковый период смотрел. А что? А то я очень красивый, блядь. В копилочку хороших.